1 миллиард 700 миллионов человек могут пострадать из-за продовольственного кризиса, вызванного путинской агрессией. Такие прогнозы ООН. Из-за блокировки украинских портов от нехватки сельхозпродукции страдают страны Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китай, Израиль и Турция. 22 миллиона тонн украинского зерна невозможно экспортировать, а в конце июля к ним добавится новый урожай. Карту продовольственного шантажа Россия разыгрывает из собственной продукции. В связи с тем, что Украина и Россия не вывезли продовольствие на эти рынки, на них цена очень сильно взлетела. И Индия, которая является тоже экспортером зерна на этих же рынках, для того, чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность, тоже ввела нулевую квоту на экспорт. Ситуация следующая. Индия, русские, не дали возможность вывезти украинское зерно, не повезли свое собственное, и Индия тоже не поставила зерно на эти рынки. То есть на этих рынках глобальный дефицит. В Иране, к примеру, цены на зерновые взлетели на 300%. Из-за голода люди будут искать лучшие жизни в Европе. Возможен новый миграционный кризис, говорят эксперты. Украина вместе с западными странами ищет новые пути для экспорта сельхозпродукции. На днях в испанский порт Ла-Корунья прибыло судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы на борту. Ее доставили по Балтийскому морю. Но это длинный и дорогой путь. Зерно выехало через западную границу. Но у нас основная масса зерна находится на припортовых элеваторах возле портов Черного моря. Это какой еще пробег должен быть по Украине? Это километра 600-700 железнодорожным транспортом. Потом нужно менять тележки, потому что европейская тележка узкая. То есть на всех зерновозах нужно менять тележку. И потом это дело гнать на Балтику. Ну то есть это очень долго и очень дорого. Решать проблему продовольственного кризиса нужно на самом высоком международном уровне, говорят эксперты. Обсуждаются разные варианты. Как по мне, самое рациональное – это то, которое было высказано представителям Великобритании, адмиралом, если не ошибаюсь, который сказал, что надо организовать миссию военных кораблей. Он говорил о Великобритании, что они готовы дать военные корабли, которые будут сопровождать торговые суда Египта для транспортировки зерна из портов Украины, соответственно, в Египет и в страны этого региона. Еще один вариант – предоставить Украине такое оружие, которым она сама сможет защитить свои судна. А чтобы не повторять кризис в будущем, нужно уменьшить сотрудничество с Россией, говорят эксперты, чтобы не зависеть от государства, способного на шантаж. Поскольку Россия подрывает этот мировой порядок, с ней торговать невозможно, соответственно, она выпадает и ее продукция может выпасть с рынка, хотя подчеркиваю, на нее санкции ни Египет, ни другие страны Аравийского полуострова, которые зависят от поставки продовольствия, не накладывают. Соответственно, Россия может спокойно поставлять свою продукцию в эти страны. Поэтому, когда она говорит, что снимитесь на санкции, мы будем это делать, так на вас ни Египет, ни Саудовская Аравия, ни другие страны, скажем так, этого региона санкции не накладывали. То есть, это шантаж. О сумме потерь для украинской стороны говорить рано, утверждают специалисты. Однако, говорят, речь идет о миллиардах гривен. Государственный бюджет продолжит терять прибыль в сфере сельского хозяйства до полного прекращения боевых действий. Лариса Зубенко специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.